привет всем любителям умных игр в целом и стратегий в частности вы слышите лёшу халецкого и пока я еще не могу вернуться к прежнему объему видео хочу с вами обсудить какие игры я очень жду в этом году а точнее топ-5 стратегий которые должны выйти в 2017 году и в которые я больше всего хочу поиграть естественно ваши правки и ваши личные топ-5 я жду в комментариях но еще раз уточню что мы с вами обсуждаем только игры которые намечены на этот 2017 год итак пятое место oriental empires что можно перевести как восточные империи в двух словах это смесь нашей любимой цивы и любимой многими игры total war что конечно звучит очень-очень вкусно игра уже в раннем доступе в нее уже можно поиграть финальный релиз обещали в начале 2017 года но он был отложен и на данный момент разработчики говорят что игра все-таки в этом году выйдет но только тогда цитата когда будет готова что правильно потому что у игры есть много проблем самое главное это искусственный интеллект и я надеюсь именно в этом направлении разработчики будут работать кроме того есть вопросы к интерфейсу хотя в какой стратегии нет вопросов к интерфейсу и к окончанию битв так что у игры действительно очень большой потенциал и думаю в ближайшее время я вам сделаю стрим раннего доступа но разработчикам этот потенциал надо еще реализовать так что давайте скрестим за них пальцы а ну еще мне не очень нравится все-таки восточный сеттинг если бы игра была о древнем мире а еще лучше во временах византии о которой между прочим очень мало почему-то игр и стратегий то rental empires в моем топе ожиданий была бы повыше на четвертом месте игра northgard она тоже в раннем доступе и я делал уже для вас обзор этой игры в раннем доступе несколько стримов так что мои постоянные зрители думаю уже смогли составить свое впечатление об этой незамысловатой стратегии под вашим управлением один из кланов викингов со своими особенностями и вы должны привести его к победе на небольшом острове на котором кроме вас еще может быть до трех других кланов до игра довольно просто не требует больших ресурсов от компьютера и в принципе партия против искусственного интеллекта проходит быстро но в этом и изюминка этой стратегии во первых приятная графика во вторых множество способов победы в третьих нам обещают мультиплеер который я уверен будет в этой игре очень востребован по-хорошему осталось только подправить баланс и убрать слишком большую рандомность особенно касающуюся появления кланов на карте игра в раннем доступе с февраля 2017 года и нам обещали релиз в течение полугода так что в конце лет а может и раньше релиз northgard состоится на третьем месте в моем списке ожидания south park the fractured bad hall кое-кто из вас конечно может возразить мол это не стратегия тут я поспорю в моем понимании это что-то типа king's bounty когда вы ходите от одной пошаговой битвы к другой пошаговой битве и если в первом south park и битвы были похожи скорее на что-то из disciples то во второй части нам обещают скорее героев меча и магии а также очень ожидаем юмор от создателей южного парка трея паркера и мэтта стоуна правда есть несколько ложек дегтя в этой бочке меда во-первых игра несколько раз переносилась и если изначально у нее была дата выхода 6 декабря 2016 года то сегодня конкретные даты выхода нету вообще пока по последним данным это начало сентября во вторых первой частью занималась любимая нами obsidian entertainment ответственная за выпуск фоллаута new vegas pillars of eternity тирании и так далее а вот за продолжение ответственно подразделение юбисофт в сан-франциско у которых за спиной нету никаких значимых проектов тем не менее я думаю создатели саус парка не дадут выпустить лажу и я очень-очень за фрэкчур бадзе холл жду и ставлю ее на третье место кстати не забудьте посмотреть мой обзор на первую часть игры south park за стеков трус на втором месте в моем списке ожидания еще одна оригинальная самобытная игра за гилд 3 сложно как-то одним предложением описать то что вы можете в этой игре делать в принципе это смесь экономической стратегии и ролевой игры согласитесь очень необычный микс вы управляете своим персонажем напрямую при этом вы выбираете какая у него будет профессия действие происходит в средневековой европе и мы можем быть вором ремесленником купцом и так далее если уж совсем упрощать то это эдакие the sims только в средневековье и с большей стратегичностью в общем звучит конечно это все очень интересно но тут есть опять несколько проблем во первых разработчики очень скупо нам рассказывают о том как продвигается разработка третьей гильдии так что в меняемого видео я вам к сожалению не покажу к тому же прошлые части игры страдали от большого количества багов ну потому что слишком много отличных идей впихнуто в игру но не сбалансировано на достаточном уровне тому же постоянно переносятся сроки выхода на данный момент нам говорят о второй половине 2017 года хотя до сих пор нам даже не показали геймплей пока только обещают что у нас будет полная свобода выбора можем быть хоть руководителем ремесленного предприятия хоть политиком хоть начальником городской охраны даже вроде как будет профессия могила копателя в средневековом городе кстати довольно прибыльная профессия в городе будут свои районы у нас будет разная в них репутация в общем звучит очень и очень вкусно я еще раз отмечу что это не ролевая игра а больше скорее стратегическая именно экономический симулятор вы будете развивать свою артель прям хоть сейчас хочется уже построить прибыльный бизнес на могилы копаний более того даже мультиплеер обещают на 12-16 игроков честно говоря не представляю как он будет работать так что очень очень жду гильдию 3 в этом году и ставлю на второе место ну а на первом месте игра которая выйдет буквально через неделю 18 мая endless space 2 игра уже более полугода в раннем доступе я вам показывал геймплей даже делал несколько стримов по этому поводу рекомендую их посмотреть и уже в раннем доступе игра выглядела очень очень неплохо и думаю мои постоянные зрители в курсе что я считаю amplitude studios разработчика этой стратегии на данный момент главными инноваторами среди всех тех кто занимается пошаговыми стратегиями игра и выглядит сейчас красиво и играется интересно и даже несмотря на огромное количество космических стратегий на данный момент 4x стратегий endless space 2 должна занять наше внимание на долгое время я в этом уверен не буду долго об игре рассказывать лучше сделаю обзор уже после релиза тем более что ждать осталось недолго на этом свой топ 5 самых ожидаемых мною стратегии я считаю завершенным надеюсь прочитать об играх которые ждете вы в комментариях а также напоминаю чтобы вы не забыли поставить лайк и поделились этим видео на этом все вы слышали лёшу халецкого играйте в умные игры